Вереница автобусов и троллейбусов и ни одной маршрутки на полосе. Так выглядит мечта любого пассажира муниципального общественного транспорта. Прокатиться с ветерком по улицам города, миновать все пробки и прибыть на остановку минуту в минуту. На самых загруженных улицах должны быть отдельные полосы. Разгрузится улица, разгрузится не будет пробок. Пассажиры будут успевать. А потому что это безопаснее в любом случае. Ну и транспорт будет более быстрый. Я имею в виду общественного транспорта оборачивать рейсы туда-сюда. Если это позволяет ширина проезжей части, то да. Но часто у нас просто не позволяет ширина проезжей части. Все, я пошел. У водителя троллейбуса Надежды Военковой путь Молдавская-Солнечный берег занимает час 16. С пробками выбивается из графика на 15-20 минут. О выделенной полосе без вездесущих маршруток она мечтает давно. Будет приоритет движения, появится и стройный график. И пассажиры подтянутся. На некоторых остановках висят табло с нашими графиками движения. Это сделано для пассажира, который подходит к остановке, посмотрел на это табло. И там указано, через три минуты должен подойти такой-то, такой-то маршрут. А его нет, потому что этот маршрут стоит в пробке, в основном потоке. Разговоры о создании выделенных полос идут в Челябинске с весны 2018-го. Пилотный проект предлагали запустить на улицах Труда и Эмбельса. От Северокрымской до проспекта Ленина. Позднее адрес сменили на Комсомольский проспект. В Москве благодаря выделенным полосам скорость движения общественного транспорта выросла на треть. Однако, по подсчетам челябинских чиновников, на улицах областного центра выигрыш составит всего 2,5-3 минуты. Теперь же оказалось, что предоставлять преимущество муниципальным автобусам и троллейбусам незаконно. Антимонопольная служба высказала свою позицию. Либо едут все, включая маршрутки, либо не едет никто. Антимонопольная служба усматривает в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку действующим законодательством, правилами дорожного движения в том числе, не предусмотрена возможность движения по выделенной полосе исключительно общественного транспорта, муниципальной формы собственности. Впрочем, автобусы и троллейбусы, отмечают в ведомстве, тоже могут быть частными. И тогда все будет в рамках закона. Александра Мыльникова, Владимир Котегов, СТС, Челябинск.